Повреждённые коленные суставы в Белгородской области лечили и раньше. В неделю в регионе таких операций не меньше десятка. Но вот делать это малоинвазивно через прокол стали не так давно. А теперь осваивают технологию максимально быстрого восстановления повреждённой функции колена. Цель данного мероприятия — внедрение современных малоинвазивных оперативных технологий на коленном суставе. Для того, чтобы жители нашего региона имели возможность получить высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы области. А это кадры самой операции. Обучение проходит на практике. Алексею Березину, врачу-ортопеду с международной практикой, ассистируют наши специалисты. Подчёркивая, что на этапе внедрения новой методики это крайне важно. Не смотреть, а участвовать, делать самим. Если мы говорим о первых операциях, в любой методике очень важны нюансы. И всегда должен быть рядом человек, который сделал этих операций много, большое количество, который опытный, который отработал эту методику, знает собственные ошибки, знает какие-то недостатки, мелочи. И вот эти мелочи, они очень важны. Они уберегают нас от ошибок. Учиться никогда не поздно, и я не стесняюсь. Я тоже пришёл сюда, чтобы поделиться опытом. Мы тоже эти операции выполняем, но не в таком объёме. И мы, хочу я посмотреть, как работают московские специалисты, и обменяться опытом с ними есть. И научиться у них передовой технологии. Инновационность технологии заключается в том, чтобы максимально продлить работу повреждённого сустава, не прибегая к протезированию. То есть ему после повреждения в буквальном смысле дают вторую жизнь. Это позволяет исключить возможность эндопротезирования, или максимально его отдалить на максимальный срок. То есть не искусственный сустав, он на своём, максимально активно, со своим суставом, с максимально стабильным суставом. Он может заниматься любыми социальными своими нагрузками, заниматься спортом, без боли, не ограничивая себя в чём бы то ни было. За два дня обучения в Старом Осколе проведут шесть подобных операций. После внедрения методики их станет возможным проводить по всему региону. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.